Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно выкачивать воду из дренажного колодца, используя бесплатную солнечную энергию. Сначала предисловие. В общем, у меня дренаж, вот схема дренажа здесь, в общем-то, нарисована, классическая схема. В общем, дренажная труба, от нее стойки с дренажа поступают в колодец, насос включается при помощи лягушки. В общем, выкачивает дренажную канаву вводом. Что мне не устраивает? Все работает, но меня не устраивает, что у меня уровень грунтов ввод высокий и, собственно, получаются большие затраты энергии, потому что у меня насос практически не выключается, постоянно течет с дренажа вода. И вот он постоянно ее качает. Поэтому я озаботился этой темой. Следующий слайд сейчас. Что мне пришло первое в голову? Фонтан Герона. Ну, сами понимаете, то есть физику процесса, собственно, на фонтан Герона он не использует никакую энергию. То есть мы, если залили сюда воду, то как бы она может подняться выше, но для того, чтобы залить ее сюда, вы должны использовать энергию. Мало того, чтобы вода поднималась выше уровня, вот этого уровня, то есть вам нужно использовать герметичные емкости. Собственно, вот эта емкость должна быть заполнена водой, а эта опустошена. И, собственно, когда сюда будет попадать вода, начнет расти давление. Этим давлением воздуха будет выдавливаться вода из верхней емкости. И здесь она в конце концов опустошится, а эта в конце концов наполнится. И все. Все по порядку. То есть как бы никакой экономии здесь не будет. То есть чтобы эту опустошить емкость, нужно затратить энергию, и чтобы эту наполнить тоже. Собственно, что я здесь придумал. Вот если поставить сюда перекидной клапан с сервомотором, вот, и датчик. Ну, можно лягушку, может, там, еще есть емкостные датчики разные. Вот, смотрите, что получается. Вот емкость. Перекидной клапан, будем считать, что вот сейчас он закрыл сюда проток. Значит, эта емкость начнет заполняться. Сработают датчики. Ой, датчики. Датчик сработал уже. Емкость начнет заполняться до того момента, пока не сработает датчик верхнего уровня. В общем, датчик сработает. Перекидной клапан закроется. Сюда вода перестанет поступать. И начнет вода поступать в нижнюю емкость. Из нижней емкости тоже в это же время, когда здесь будет наполнение, здесь начнет выкачиваться вода, опустошаться, собственно. Так как емкости равны по объему, все это синхронно действует. Здесь опустошается, здесь заполняется. Соответственно, здесь срабатывает датчик насоса, а здесь срабатывает датчик перекидного клапана. И так далее. Вот. Собственно, что на этой схеме можно сэкономить 50% энергии. За счет того, что емкость будет заполняться самотеком, ну, вот эту емкость опустошать придется нам в любом случае насосом. Ну, как бы, и плюс схема сложноватая, то есть две герметичные емкости, перекидной датчик дорогой, ну, насос он есть, ладно. Ну, хотел уже реализовывать эту схему, но вот пришла новая идея. Так, сейчас покажу. Как можно перекачивать при помощи солнечной энергии. Что для этого нужно? Ну, в общем, нужна емкость герметичная. Ну, для примера... Мне нужно... Вот такую использовать емкость. Змеевый. Можно из металлопластиковую трубу сделать, можно из медной. Не имеет значения. Вот. Дальше. Два клапана обратных. Можно лепестковый. Желательно лепестковый, потому что они, как бы, сопротивление не создают. Тройник, ну, и трубы ПВХ. Как это работает? Значит, емкость черного цвета, если нет черного, можно покрасить, начнет нагреваться. В емкости воздух находится. Начнет от солнца нагреваться. Значит, при нагреве воздух в емкости начнет расширяться и давить, создавать давление. Собственно, эта вода через клапан будет... Этот клапан будет закрыт. Этот клапан откроется, и вода будет поступать в змеевик. Поднявшись в змеевик, вода холодная в дренажном колоссе, она будет остужать воздух внутри емкости. И давление начнет падать. Соответственно, давление падает, этот клапан закрывается, этот открывается, вода набирается в эту трубу. И так далее. То есть, потом опять нагревается, давление растет. И это как мотор работает, в общем-то, бесконечно, пока есть тепло. Вот, собственно, и все, что я хотел предложить. Если у кого-то какие-то есть более интересные идеи, предлагайте. Потому что тема актуальная. Вот, наступит весна, я начну и развивать это на практике. Всем спасибо. Всем спасибо.